Валерия Артсид 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 потому что живопись больше апеллирует, просто потому что там цвет, она больше апеллирует к вашим эмоциям. Графика апеллирует больше к вашему разуму, и поэтому вот хорошим тоном у людей интеллектуальных и состоятельных является оформлять кабинеты, например, именно графическими работами. Я должен отметить экспозицию. Экспозиция очень многое решает на сегодня. Важно не только произведение искусства, то, как оно подано, потому что, собственно, архитектура экспозиции и создает выставку, не только работы. Здесь должен вам сказать, что я приятно очень удивлен, не потому что я сомневался каким-то образом в артсвите, но графика действительно требует сегодня специальной подачи, потому что в наше время люди настолько пересыщены визуальными образами, что без какой-то динамики, без какой-то специфики, они и могут показаться в графическом произведении просто скучным, не настолько выразительным. Здесь подход очень интересный с этими принтами, которые мы видим. Мы таким образом в артсвите видим не просто выставку графики, а совершенно законченное художественное высказывание. Интересно все. Интересна не только каждая работа, а вот именно то, как она подана в экспозиции. Это хороший пример вообще для украинских галерей, вот к такому подходу, небанальному, потому что все можно просто развесить на стенах, это тоже было бы красиво, но артсвит мне нравится еще и тем, что здесь каждому проекту подходит интересно с точки зрения его архитектуры, если хотите. В экспозицию вошли работа украинских художников графики в конце 50-х, 80-х годов. И это художники, которые представляют достаточно много регионов украинских. Это и Днепропетровский, и Харкевский, и Одесский, и Киевский, и Львовский автори. Поэтому достаточно репрезентативная сборка. Проект триватиме до 9 лютого. Он у нас таки достаточно масштабный. И кроме того, что мы показываем власную коллекцию, мы еще соби поставили за мету сделать целое такое исследование и раскрыть в проекте сам феномен коллекционирования. Кто такий коллекционер, чему он собирает работы, какие работы потребляют до его собрания, а какие нет. И для цієї мети мы организовали еще деколька заходов в рамках виставкового проекта. Это лекции. 11 грудня была лекция старшего наукового співробітника Національного художного музея Украины Оксани Баршиновой была присвячена саме графиці и творчим экспериментам художников графики в радянские часы. Сегодня, 17 грудня, это лекция Костянтина Дорошенко присвячена саме коллекционированию и украинским коллекционерам. После Різдвяных свят галерея продолжает свою работу с этой экспозиции. В экспозиции будет проект-коллекция «Перший крок». И мы также планируем еще одну лекцию, которая должна быть очень интересной. Поэтому следуйте за новинами.